всем добрый день специально для саши и маши из подмосковья сниму видео я посмотрел как они там мучаются с трактором молодцы купили нормальный полноценный мини трактор это надо хорошо что у него стоит двигатель вазовский проблем не будет купили сенокоску бонная ничего страшного там буквально там работы немного вскрыть вскрыть посмотреть редуктор посмотреть рабочие ли шестеренка если не рабочие заказать его либо найти раскупили сенокоску значит нужно подумать и о граблях вот пока есть зима значит мне не все равно мне конечно интересно на них смотреть но с высоты своих лет и с высоты опыта я могу кое-какие дать полезные советы в том на какие вам проще купить грабли конечно проще купить грабли поперечные вот сейчас ходим посмотрим поперечные грабли у меня тут на сеновале они стоят я ими пользуюсь иногда а раньше я работал ими долго довольно долго ну лет десять это точно ими работал потом процессе появились другие грабли вот обыкновенные поперечные грабли не знаю сейчас делается ли у нас на каком-либо они производятся но это грабли с бывшего хозяйства просто и значит они были большие их обрезали стали они четырехметровые работать ими можно я также таскал эти грабли за т-25 по полю едешь собираешь делаешь волки потом эти небольшими кусками волки перетаскиваешь в кучу и дополнительно два помощника человека один закидывает в коп на а второй складывать эти коп на и получается ну нормально но лучше чтобы значит у вас были волковые грабли грабли сейчас пойдем дальше и посмотрим грабли волковых в настоящее время очень много если зайти в интернет и посмотреть огромное количество граблей какие нужны и как их выбрать довольно сложно судить по картинке но практически невозможно это вот нужно подходить самому значит и смотреть я пользуюсь вот такими граблями это вы выпустил турция агролейт сейчас покажу я тоже довольно долго ходил выбирал думал о том а что же мне купить посмотрел значит какими граблями у нас здесь пользуются поработали вместе посмотрели и потом уже только купил определился значит и в чем разница по картинке вот я посмотрел там картинки показывают вот все гребет все нормально и тем не менее в чем разница между граблями а вот чем разница на что нужно обратить внимание это нужно обратить внимание вот на вот эти спицы сейчас я шапку на голову одену и буду рассказывать и показывать вот спицы одни спицы от моих граблей а вот спицы значит от российских граблей чем они отличаются размерами я скажу так что разница очень большая это вот одна спица если учесть что спицы ставятся с разных сторон и вот эти вот пять сантиметров состоя с другой стороны складывается и у импортных кораблей вот эти вот гребущие рабочие колеса они больше импортные гребут сами по себе значит лучше по сравнению с нашими российскими российских крючок вот такой он более тонкий купить их нет проблем в каждом в каждом практически магазине но они быстро ломаются потом значит на импортных вот это тут крепление диск он гораздо больше чем на российских конечно смотрите сами думайте ну вот послушайте мое мнение вам грабли на 5 колес сейчас не нужны у вас полноценный мини трактор вот для вашего мини трактора достаточно граблей с четырьмя колесами вот смотрите значит выпускается по технологии обыкновенная рама только вот нет пятого колеса пятое колесо она в рабочем положении опускается до горизонтального и увеличивает за площадь захвата настоящее грабли вот сейчас пока зима можно купить как по интернету бэушные ну это и также заказать новые лучше конечно купить бэушные их очень много потому что народ поначалу покупает значит грабли вот такие односторонние поработает потом по каким-либо причинам их либо ломает либо покупает грабли на большее количество колес двухсторонние старые забрасывает они они лежат можно походить поспрашивать у кого чё можно купить бэушные посмотреть в каком они состоянии ездить посмотреть и подремонтировать их при покупке бэушных на что нужно смотреть на состояние значит самих колес сами рабочие колеса должны быть все на одном уровне у меня одно одно завалено вот это вот завалено согнуто что ломается в этих грабли если ехать в рабочем положении они так рассчитаны что когда едешь по движение значит вся нагрузка в этих грабли происходит вот на эти спицы путем регулирования если тут если вот к примеру вот есть мы находимся на месте трактора путем регулирования значит вот этих вот углов можно увеличивать или уменьшать значит угол угол захвата чем острее угол тем больше захватываешь чем значит менее острый угол тем меньше захватываешь и соответственно получается волок в общем что гнется когда едешь по ходу движения грабли работают нормально но когда процессе работы приходится значит маневрировать влево или вправо меняется угол захвата вот у этих граблей и меняется степень нагрузки значит либо на левую сторону либо на правую обычно выходит из строя вот это пятое колесо поэтому я говорю что вам оно практически сейчас не нужно вам хватит работы и вот с этими четырьмя колесами значит вот здесь вот турецкие грабли у него вот здесь колеса большие можно померить с собой взял рулетка специально посмотрел какой захват у этих колес производитель не знаю укажет он это или не укажет я скажу размер 150 сантиметров на наших российских захват 130 сантиметров меньше размер спицы и меньше размер значит вот этого диска диск тоже значит сделание из простого металла на него происходит вся нагрузка он лопается не с этой стороны сейчас не поверну я с другой стороны лопается диск нужно тоже иметь запчастях на нашими с российскими нет проблем можно купить на импортная значит приходится либо диск варит а варится очень тяжело значит металл сталь стальное в общем сложно варить нужно уметь и накладывать тому подобное иметь значит запасные пока зима эти диски можно заказать и не стоит около тысячи рублей вот что зеленые турецкие что есть польские красные на вид они вроде бы такие же но есть отличие есть отличие в спицах там у спиц совсем другой наклон еще раз повторюсь почему ломается потому что когда едешь по ходу и движения все нормально когда изменяешь начинаешь маневрировать изменяется значит нагрузка на вот эти вот те углы части рамы вот у меня значит обламывалась это с той стороны обламывалась почему обламывалась потому что сдаешь назад забыл поднять грабли и отломил бросаешь работу и едешь домой продолжаешь работу это неудобно немного сейчас вот похожу поговорю а потом значит съездим посмотрим у меня напарник работает на т25 польскими граблями значит там совсем другой производитель и совсем другие размеры вот этих колес для вашего мини-трактора те грабли самые самые то будет так еще что я хочу сказать будете выбирать грабли посмотрите а если на вот этих ступицах подшипники вот эти ступицы не должны болтаться должны легко вращаться они должны быть смазаны есть грабли такие на которых на ступицах подшипников нет вообще а есть пластмассовые втулки производители для того чтобы удешевить свою продукцию не ставит подшипник оставить втулки вот эти втулки быстро разбиваются значит их нужно менять либо вытачивать либо заказывать ну у них там на западе так рассчитано сезон поработали втулки поменяли за зиму приготовили к следующему сезонную все это будет все нормально так что еще у меня обламывалось сейчас я с другой стороны зайду в ней против света значит происходит во время работы происходит постоянная нагрузка значит на вот этот узел тоже мне здесь пришлось значит обтачивать вот значит обваривать масса грабли большая но это во время транспортного положения потом еще вот в этом месте нагрузка здесь покажу будет видно вот в этом месте тоже значит вроде бы металл толстый а нагрузка масса граблей большая и происходит деформация металла грабли постоянно подпрыгивает пришлось наваривать у всех группы граблей разное крепление вот у меня сделано значит под наклоны значит сзади вот такое крепление под наклоны вот эти лучи которые подкреплю нужно смотреть на крепление все что вам нужно посмотреть 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 значит какого возраста они значит имеет значение из какого металла сделаны грабли польские красные сделаны вообще значит из обыкновенной трубы водопроводные нагретые там трубогибом и изогнуты ну качество очень-очень славе слабенькая турецкий чуть помощнее есть другой производитель на который брал для изготовления своей продукции гораздо лучшую трубу вот нужно нужно смотреть какая толщина трубы значит если изогнутая и на вот эту вот часть рамы конечно значит ее можно подремонтировать но довольно будет сложной проблематично так я пока прервусь и потом когда съездил к напарнику посмотрю его грабли вам продолжу ночь объяснять разговор году яудно объяснял вы Продолжение следует...